Дело в том, что когда нам поступил занок от вас о том, что нужно спасти селезня на реке, то, во-первых, спасатели никогда не оценивают за кого-то, важный это вызов или неважный вызов. И поэтому мы выезжаем и на котов, которые на дереве сидят двое суток, и вот на такой случай. Потому что это не в меньшей степени касается людей, которые вызывают, людей, которые переживают за этих животных. И у какого-нибудь бабушки может сердечный приступ быть из-за того, что этот котенок три дня сидит на дереве или селезнь погибает здесь. Для спасения настрадавшейся птицы сотрудники РАМСПАС незамедлительно привезли на пионер надувную лодку. Приступив к подготовительным работам по вылавлению серой шейки, спасатели столкнулись со следующей проблемой. К сожалению, сейчас состояние льда и вообще водоема такое, что изъять отсюда селезня достаточно сложно. Потому что, как оказалось, он летает. Но летает только в пределах водоема. Мы попытались, уже определили, как к нему подобраться. Вот даже по такому льду на резиновой лодке протянуть веревку вот туда напротив и лодку просто тянуть. Потому что с веслами на льду делать нечего. Но когда мы пытались это сделать, то эта птица перелетела в другое место, метров на сто. То есть ловить ее практически невозможно. Когда лед станет крепким или птица ослабнет, перестав летать по водоему, спасатели планируют выловить утку, чтобы в дальнейшем пристроить ее в добрые руки. А пока сочувствующие жители будут продолжать подкармливать серую шейку. Как вот ребята сказали из МЧС, пока будет замерзать, каждое утро покупаю специальный хлеб и кормлю каждое утро. Вообще люблю животных. У меня собака дома. Я ее с улицы подобрала. Всех люблю животных, всех кормлю. Так что очень переживаю, поэтому я позвонила. Серую шейку уже готовы приютить в нескольких местах. А пока остается только ждать подходящего момента для спасения птицы. Марина Миткевич, Сергей Григорьев для программы «Городские вести».